Приветствую вас на канале Творческо-Мастерской Ремесленник. В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами заточкой садового инвентаря, а именно вот этого секатора марки Самурай японского производства. Данный инструмент используется на производстве, поэтому он прошел через многое, от обрезки веток до работы с корнями комов по мере затупления. Сейчас же пришло время новых сезонных работ, следовательно пришло время привести данный инструмент в порядок. Приятного просмотра! Перед заточкой продемонстрирую, как работает инструмент на данный момент. И как видно на видео, совсем никак. Ветки он не режет, а просто жует. Итак, для лучшей заточки работу необходимо начать с притирки рабочего лезвия к опорному. Для этого необходимо полностью разобрать секатор. Делается это довольно-таки просто. Откручиваем гайку регулировочного болта. Далее выбиваем штифты крепления ручек. Снимаем резиновые ручки. Собственно, все готово для дальнейшего этапа работ. Для заточки воспользуюсь точилкой для ножей. На ней получится точно и быстро вывести необходимый угол заточки. Но вначале, используя водные камни, приступаю к выравниванию ответных плоскостей. Так как их площадь небольшая, то для работы использую те камни, которые идут в комплекте вместе с точилкой. Работу начинаю с наиболее крупного размера, что у меня есть, а именно с бруска зернистостью 60 грит. Необходимо добиться выравнивания наибольшей площади для более плотного прилегания ответных частей. Далее, меняя камни на более мелкую зернистость, довожу обрабатываемую плоскость почти до зеркального блеска. И те же манипуляции выполняю с рабочим лезвием. Эта модель имеет одностороннюю заточку. Покопавшись в интернете, я нашел, что угол заточки у этих моделей от 30 до 35 градусов. Также имеет место быть односторонние заточки с микрофасками с обеих сторон. Закрепив рабочее лезвие в точилке, выставил угол заточки в 30 градусов и приступил к работе, традиционно начиная с камня с наименьшей зернистостью. Вначале, работая камнем с наименьшей зернистостью, выровнял режущую кромку по всей длине. Далее, меняя зернистость камней, постепенно уменьшая риски от предыдущих, добился зеркального блеска. Но поработав камнем в 3000 грит, заточка стала хуже. Наверное, это из-за маркировки производителя на лицевой стороне камня. Эти камни я докупал отдельно. Немного подумав, я вернулся к бруску в 1500 грит, который был в комплекте с точилкой. Их единственный минус – в отсутствии пластиковой подложки. Но зато нет выпирающих букв над поверхностью. Кстати, для лучшего зажима рабочего лезвия, в точилку с другой стороны поставил опорное. После обработки режущей кромки снял лезвие с точилки и снял заусенец с обратной стороны. Данной заточке получилось добиться отличной остроты. И бумагу режет, и волосы сбривает. Сейчас осталось провести испытания на ветках. И тут тоже все оказалось отлично. Режет как по маслу. Оцениваем данное видео. Подписываемся на канал. Увидимся в новых видео. Ну а на сегодня все. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...